Детская ревность Вдруг, когда в доме появляется крошечный малыш Первый, второй, третий ребенок, но старше его Кажется совершенно огромным И мы, родители, мы очень часто допускаем ошибку Начиная предъявлять к нему очень высокие требования Но ты же большой, ты должен понять Сейчас все внимание сосредоточено на этом крошечном, беззащитном малыше Но почему ты не понимаешь? А ребенок старший, он находится в очень тяжелом внутреннем состоянии Потому что у него вопрос Раньше он был центром внимания А теперь что? Его перестали любить И для того, чтобы обратить на себя внимание Он иногда ведет себя смешно Например, двухлетний ребенок может заворачиваться в пеленке Отнимать у малыша соску Капризничать Делать в виду, что он не умеет ходить Вот как наш старший сын о втором говорил Отнесите ребенка Уа в увуне агазин То есть в машину Значит, уа это гулять Куда угодно, деньте его Потому что жизнь изменилась Что работает прежде всего? В разумлении работают после того Как вы старшего ребенка посадите на колени И его просто затискаете и зацелуете То есть вы должны показать ему Что вы его по-прежнему любите Что эта любовь не оскудила Просто сейчас немножко другие обстоятельства И вот буквально несколько раз так вы сделаете Ребенок внутренне успокоится И он тоже включится и в помощь И в любовь к малышу То есть это лечится вниманием Разговором И если это ребенок не очень большой То тактильным контактом с родителями Потому что дети до 7-8 лет Они любовь родительскую Обязательно воспринимают Большинство детей Через теплорук Через объятия Поэтому ребенку надо все это дать И проблема станет значительно менее острой Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому